Это канал Пишу Красиво.ру и мы продолжаем бесплатные уроки по второй части тренажера исправления почерка. Мы продолжаем составлять буквы из простых элементов по методике поэлементного письма. Вы видите, что каждый новый урок включает все большее количество букв. В первом уроке было 2 буквы, во втором 3, а в третьем уже 6 букв. По принципу от простого к сложному мы познакомились сначала с базовыми техниками соединения элементов буквы, а теперь элементов остается все меньше и заниматься с ними все проще и проще. Мы даже не будем рассматривать буквы по отдельности. Вы уже достаточно внимания уделили методике поэлементного письма, чтобы самостоятельно без моей помощи увидеть, по какому принципу буквы собраны в эти две тройки. Все буквы первой тройки объединяет то, что в них есть элемент прямая линия и элемент номер 4, известный нам с самого начала как буква Г. Оба эти элемента вы уже использовали в буквах, прямую линию в строчной Н, а четвертый элемент в строчной Г. Соединение двух элементов примерно в середине строки вы научились делать, когда прописывали строчную М и Н. Все это уже отработано и поэтому мы просто используем уже наработанные навыки, чтобы соединить друг с другом эти элементы. Прямую линию и элемент номер 4. Здесь есть вот какой интересный момент. Для человека со стороны, для человека, который не знает всего того, что уже знаете вы, П и Р – это две разные буквы. Но для нас с вами, с точки зрения методики поэлементного письма, строчная П пишется точно так же, как строчная Р. Разница между ними только в длине первой линии. Примерно такой же эффект у вас был на прошлом, втором уроке, когда знакомились с буквами Л и М, которые отличаются всего одним элементом. Если вы смогли написать аккуратную букву Л, вы уже практически сможете написать и не менее аккуратную М. То же самое и с буквами П, Р, Т. Для написания этих букв нужен один и тот же базовый навык соединения линий и крючка. И только в строчной Т есть еще один элемент, который встает между этими двумя. Здесь даже не придется напрягаться. Просто внимательно проработайте строчную П и тогда строчные Р и Т у вас получатся сами собой. С тем же навыком, что и строчная П. Вторая тройка будет еще проще, потому что в строчных Ш, Щ, С не три, а всего два элемента. Причем один из них элемент номер три вы уже использовали в буквах Н и М. А второй представляет собой элемент номер 10 петля вниз. Да, он меньше, чем тот элемент, который вы прописывали, но по способу написания это та же самая петля, у которой первая линия идет параллельно косой линовке, а вторая линия пересекается с первой. Способ подставления элементов номер три в строчных Ш, Щ, С точно такой же, какой уже был отработан вами в строчный И. Вы просто повторяете одни и те же движения, но буквы при этом получаются разные. Помните, мы говорили о том, что 12 элементов нам нужны, чтобы не запоминать, как писать каждую из 33 букв, а просто чередовать на письме одинаковые 12 элементов. Так, чтобы из них сами собой получались буквы. И поскольку элементы у нас одинаково ровные, одинаковой высоты и наклона, то и буквы, составленные из них, автоматически получаются ровные, одинаковой высоты и наклона. И вот вам доказательства буквы Ш, Щ, С. Но легкость повторения элемента номер три в этих буквах компенсируется наличием хвоста у букв Щ и С. Буквы Щ и С очень редко употребляются в наших словах. По частоте они примерно на 28 и 29 месте в алфавите, то есть почти в самом конце. Это означает, что писать вы их будете очень редко. А так как этот хвост в других буквах не используется, то вам обязательно нужно выработать привычку писать хвост отработанным, заученным движением. Поэтому не относитесь к этим буквам. Так что раз я умею писать букву И, то и Ш, и Щ, и С тоже легко напишу. Да, напишите, но кривой хвост в буквах Щ и С может испортить все впечатление от остальных ваших гладких букв. Так что хорошенько, терпеливо с этим хвостом работайте. Для третьего урока этих шести букв достаточно. В следующем четвертом уроке мы разберем четыре буквы и снова движения, которыми мы их напишем, будут очень похожи на все, что мы уже проходили раньше. Так что это будет не урок, а сплошное удовольствие.